Сегодня 26 ноября. Ровно год, как Касымжамар Тукаев вступил в должность президента на церемонии инаугурации. С момента своего переизбрания глава государства последовательно продолжает процесс глубоких и устойчивых реформ, начатый им в 2019 году, отмечают эксперты. За минувший год только в политической сфере произошли значительные перемены. В парламенте появились новые партии и одномандатники. Сразу в нескольких районах и городах прошли выборы Акимов. Гульдана Кален продолжит. Президентские выборы, прошедшие в стране год назад, дали старт избирательному циклу, говорят эксперты. Как результат, существенно обновились члены обеих палат парламента и маслехатов. А три недели назад в 45 районах и городах жители сами выбрали Акимов. Это ли не показатель готовности государства к построению справедливого общества, где граждане активно вовлечены в процесс принятия решений, в том числе политических, говорят эксперты. Теперь Аким, он подотчетен своим избирателям. Он теперь должен отчитываться о проведенных своей, о том, как он реализовал свою предвыборную программу. В том числе, он, конечно же, чтобы избраться на второй срок, на другой срок или, например, избраться чуть выше или избраться в другом каком-то населенном пункте. Он, конечно же, уже имеет свой какой-то электоральный бэкграунд, и он обязательно идет на взаимодействие и сотрудничество с населением. А вот право выбирать Акимов у жителей сел появилось еще два года назад, в 2021 году. Глава государства подписал соответствующий указ. За это время казахстанцы избрали почти 1700 сельских Акимов. Треть из них – представители политических партий, остальные – самовыдвиженцы. Больше половины ранее не работали в этой должности, то есть корпус сельских Акимов существенно обновился. Необходимо отметить, что любые выборы, которые проходят в жизни любых стран, это в первую очередь, конечно же, направлено на демократизацию процессов. Это очень позитивный момент, и чем больше выборов у нас будет, чем больше людей мы сможем выбирать непосредственно, голосовать за того или иного человека, будь то депутат, будь то Аким, тем лучше, тем больше ответственность будет одновременно и на этом человеке, и на нас, и тем выше будет политическая культура в целом. Также, по словам экспертов, прямые выборы Акимов – это инструмент, реализующий концепцию слышащего государства. Он способствует децентрализации власти и передаче полномочий на места. Теперь Акимы районов и городов получают в свое управление определенную долю бюджетных средств и тем самым становятся более самостоятельными в принятии решений.